Бля, вот реально отсмотрю, прихожу сюда, это отдельный вид просто, блядь, понимания того, что, типа, реально, если ты хочешь чего-то добиться, если ты хочешь нормально ходить в зал, если ты хочешь видеть каких-то результатов, блядь, ты должен, блядь, работать, это не должно быть на отъебись, ну, блядь, ходят там пешком, блядь, в бассейн, блядь, делают что-то, просто на отъебись, вот нахрена, вот толку, типа, на отъебись лучше вообще не делать, никогда, ничего, я вот сейчас понимаю, даже учебу, учишься что-то, учишься нормально, хочешь чего-то добиться, делай это нормально, вкладывайся, хочешь пресс, так, блядь, не щади себя, типа, делай это нормально, ну, типа, то, что ты хуйней страдаешь на пол шишки, блядь, делаешь пресс, у тебя никогда его не будет, надо, блядь, жестко, жестко ебать себя просто, ты самый жесткий, блядь, директор свой, директор своей компании, который просто единственный, кто максимально замотивированный для того, чтобы твоя компания добилась чего-то, выросла, там добилась каких-то высот, вот, так и какого черта ты приходишь, типа, в зал, для того, чтобы походить, для того, чтобы, блядь, просто чувак пришел поразминаться, чисто, блядь, минуту-две поразминался и куда-то ушел, ну, вот, блядь, нахуй нам... Ладно, ну, какого хуйня ты в зал пришел, блядь, зачем, нахуй, просто, блядь, так чисто для галочки, блядь, бабы заметили, что ты в зал ходишь, нау, блядь, на какого хуйня ты, блядь, занимаешься там, типа, обучением, каким-то, вот, криптою, блядь, ебать занимаешься, садись на хуй, занимайся, дрочи, практикуйся, делай так, чтобы был результат, не надо делать то, что легко, то, что легко у тебя и так получается, делай то, что сложно, сложно делать пресс, так еби себя, еби свой пресс, так, чтобы он делался, реально, ну вот, серьезно, не ходите просто так в зал, не делайте, делайте все с каким-то желанием, с каким-то, вот для чего-то вы это делаете, либо не делай вообще, потому что делать на отъебись, толку от этого нет, ну типа, ты потом только расстроишься, ой, я хожу в зал, я там тренирую пресс, а пресса у меня нет, блядь, да, нету нахуй, потому что ты никуда не делаешь, нормально никуда не делаешь, потому что, блядь, делаешь пресс, так ты, блядь, не питаешься, не живешь нормально, вообще, блядь, ничего не делаешь, серьезно, поэтому, ребята, вот тоже, если вы этого пока сами не понимаете, сходите в зал, посмотрите на людей, которые, блядь, просто нихуя не делают, блядь, приходят на отъебись, блядь, а потом сделайте выводы и делайте нормально, вот. Да, конечно, я размышляю про, ну, несколько моментов сейчас хочу с вами обсудить, того, что меня немного триггерит мои старые ситуации, старые построенные отношения, неправильно выстроенные отношения, вот, и неправильно поставленные позиции. И, ну, насчет, во-первых, квартиры, я долго проебываюсь, мне надо закрыть, типа, распечатать людям контракт, на самом деле, и взять с них депозит, потому что я долго с этим, как бы, вот, брал на себя этот депозит, и получается так, что, что, короче, типа, вот, и сам проеб, как бы, старого меня, но он тянется до сих пор, поэтому мне сто процентов надо будет в какой-то момент в начале января приехать в Нью-Йорк, нормально все это сделать, типа, я сейчас распечатаю контракт, кашлю, если мне не закидывают депозиты, не подписывают контракт, я людей выселяю, заселяю нормальных людей, которые мне как раз платят за квартиру, и закидываю депозит, потому что сейчас в хате лежит, типа, у меня две тысячи долларов лежит просто в депозитах моих денег, которые, типа, я заработал, вот, поэтому вот такой вот момент. Вот, а еще один момент, ну, возможно, они, как бы, их можно объединить в один, еще два момента таких, это то, что, короче, фишка такая, знаете, вот я смотрю на своего соседа, и вроде, с одной стороны, типа, в какой-то момент, там, ой, я, типа, тоже, там, не курю уже, там, пару дней, и, с одной стороны, у меня такая, типа, конкуренция какая-то проявляется, знаете, и, типа, негатив, типа, вот это, я меняюсь, это, типа, блядь, моя, там, дело, понял, но я также понимаю, что я должен за людей, во-первых, радоваться, во-вторых, типа, я также вижу сейчас, что, типа, он ни хрена не, там, не продержался, так сказать, и опять, там, курит и делает все эти дела, в общем-то, поэтому непонятный вот такой вот, во-первых, конкурентный какой-то негатив, который надо из себя убирать, и, наоборот, типа, поддерживать, ну, типа, непонятно, то есть, он мне говорит информацию, а во мне какие-то вот такие вот, типа, не могу сказать, что позитивные чувства просыпаются насчет вот этого, и вот это надо проработать, во второй момент, то есть, я сейчас даже в зале нахожусь, и меня так тоже триггерит такие, знаете, люди, которые ты видишь, что они ни хрена, как бы, не стараются, непонятно, зачем они вообще, в принципе, приходят, непонятно, зачем они, вот, как бы, вот, ну, типа, ты толстый, допустим, ты там, блядь, хочешь бросить вес, но, с другой стороны, ты, там, просто приходишь, там, посидел там в сауне, там, блядь, ну, типа, люди заходят в сауну, стоят там 30 секунд, такие, типа, там, выходят, типа, я в сауну сходил, блядь, ну, типа, вот, какие-то вот такие вот моменты тоже, типа, вот, то, что, там, то ли сравнивание себя с другими, то ли, типа, осуждение каких-то других людей, то есть, это надо, в принципе, короче, отпускать, также понимать, что не все люди идеальны, и не все люди могут делать над собой усилия, и тем более делать правильные над собой усилия, то есть, он такой, например, пойду в зал, а по факту, типа, приходит в зал, так, чисто, блядь, для галочки, понимаешь, и тебе должно быть, во-первых, ну, если он, твой неблизкий человек, похуй, ну, прямыми словами, что, как он, что делает, вот, а во-вторых, да, не надо как-то себя чувствовать вот этой конкуренцией, когда люди меняются тоже, смотря на тебя, смотря на твой пример, вот, поэтому, такие вот два момента тоже, типа, ну, и плюс вот это старые, старые неправильно выстроенные отношения, в которых, блядь, я, типа, беру ненужную ответственность за других людей, кого-то там вытаскиваю, типа, у меня кореш приехал, и получилось так, что он тоже там, блядь, закурил, блядь, ну, типа, такой, знаете, вроде алкоголь бросил, но заменил это, типа, шишками, в итоге три месяца, блядь, не работал ни хрена, сидел дома, курил, якобы, там, искал работу, и, там, только две недели со мной поработал, и то, типа, потому что я его вписал, чтобы хоть какая-то работа была, и в какой-то момент там уже получалось так, что я уже, блядь, за один месяц за него заплатил за квартиру, за второй месяц, типа, заплатил за квартиру, и приходит третий месяц, мало того, что, типа, он мне депозит еще, как бы, не оставил за квартиру, так, блядь, я еще за него плачу, и в итоге в какой-то момент я решил, что, типа, это все, как бы, херота, ни хрена он сам не вытащит, как бы, сколько бы я на него, то есть, получается, он там себя мыслями травит, я ему говорю, блядь, что за хуйня, типа, у тебя, во-первых, у меня долги там, пизданешься, какие, блядь, мне еще, блядь, я тебе еще комнату сдаю, как бы, в ноль, и не получаю с этого никакой плюс, типа, и плюс ты мне еще депозит не закидываешь за хату, типа, я еще за тебя заплачу, блядь, ну, типа, вот, поэтому в какой-то момент я такой, типа, блядь, чувак, давай, ахуй, иди работай, намутил, ну, типа, мы поехали в магазин, я купил там продуктов на 200-300 долларов, на пару недель, чтобы он мог вместе со мной жрать с условием того, что он там будет готовить, при том, что, ну, блядь, поготовил он там неделю максимум от силы, вот, и в тот же день, типа, позвонил начальнику, сказал, типа, ну, первую на себя ответственность, будет, типа, работать, ну, сейчас он, как бы, работает на этой работе, потихонечку отдает мне долги, и там еще одну работу я тоже ему подогнал, типа, там, подработка такая, вот, через другого тоже корешка, где он у меня работает, вот, и получилось так, что, ну, и все равно получается так, что, как бы, блядь, депозита, типа, нету, в данный момент я, типа, сдал комнату, ему там что-то, вот, я до этого проговаривал там ситуацию, говорил про то, что, типа, он сейчас плюс делает, там, с комнаты моей, с которой сдает, и, вот, ну, типа, из-за того, что там два человека заехало, я прописал в объявлении там 1200, ну, тоже непонятно, короче, вот эти проебы в самом начале, вот, и еще в комнату, короче, при том, что у меня договор с моим, с кем, у кого я, так сказать, арендую жилье, что у меня будет всего 4 человека, он будет вписывать какого-то казаха на, как раз, второй этаж, который я построил, там, двухяровную кровать, типа, он будет вписывать еще, типа, вот, его, и, грубо говоря, он будет иметь с хатой 650 долларов, при том, что он, как бы, мне должен денег, он не закинул депозит, и он еще, как бы, ну, ну, и в ноль, в ноль, как бы, он это все снимает, то есть, получается, при том, что я, там, сам вложил бабки в хату, у меня лежит две с хуем тысячи в депозитах, я делал ремонт, там, летом, блядь, плюс 34, блядь, охуевая, сам, как бы, тратясь на все, как бы, там, материалы и т.д. и т.п., вот, и, то есть, вся ответственность, блядь, на хате и траты лежат на мне, и я ответственный в конце месяца платить, а, получается, он делает плюс еще, как бы, с квартиры, вот, ну, то есть, этот месяц, ладно, блядь, я уже, как выстроил это говно, так, пусть пока месяц оно так проживет, потому что у него будет день рождения, считай, вот эти плюс 650 будет подарком на день рождения, но, блядь, надо приезжать, короче, в Нью-Йорк, и выстроить это все дело нормально, адекватно, как это должно быть, то есть, это должны быть подписаны контракты, должны быть все сданы, должны, ну, типа, и нормально это все у меня должно работать, и у меня это может, должен быть мой пассивный доход, то есть, да, он может какую-то выполнять работу, да, он где-то может, там, жить, если хочет дешевле, но он должен тогда, если он живет, там, за ноль, поддерживать чистоту, следить за всеми, грубо говоря, чтобы все убирались, там, проверять почту, грубо говоря, окей, если ты выполняешь все условия, окей, давай тебе тогда, типа, в ноль ее сдаем, а иначе я, блядь, как-то, вот, типа, просто себе просто ущерб делаю вот этим, и вот эта вся еще ситуация меня еще жестко триггерит тем, что я вот так уебищно выстроил бизнес, вот этот свой бизнес я уебищно выстроил, вот, поэтому надо точно приезжать в Нью-Йорк, разбираться со всей этой херней, то есть, я подготовлю на днях контракты, которые я все, типа, вот, подготовлю, подготовлю, вот, и, и если, опять же, ребята такие, блядь, не будем платить депозиты, ну, тогда вещи я выставляю, замки меняю, и дети, в общем-то, в жопу, потому что все легально, никуда они даже обратиться не смогут, если у тебя не подписан контракт, вот, такие вот моменты, которые меня триггерят, с ними надо разбираться, бизнес, если делаешь, делай бизнес нормально, либо не делай, как я сказал до этого, типа, как с залом, если делаешь, делай нормально, если, блядь, делаешь хуёво, то это, блядь, полная залупа, если честно говорить откровенным языком, поэтому вот такие мысли, а сейчас небольшой ужин на меня, и позаниматься надо, вот. Ну, а сейчас монтирую рилз, и, знаете, меня так пробило, если честно, я просто задумался о том, что, прям, даже эмоционально, ведь камера, которую, в которой я сейчас хожу, снимаю, она, она очень долгое время лежала в моей комнате, в нашей комнате, и, наверное, с рождения брата, ну, да, с рождения брата, то есть, это, хотя нет, почему с рождения брата, если камера идёшь с шестого года, с моего, наверное, рождения, и как-то вот, ну, постепенно, то есть, наверное, всё-таки, ну, с какого-то времени с двухтысячных, сто процентов, с двухтысячных годов, то есть, это двадцать три года назад, её положили в ящик, и она лежала, то есть, она лежала, и я помню, в детстве даже, мне было всегда интересно, типа, я её доставал, а такое, ой, типа, плёночная камера, вот, в какой-то даже, в пятом классе, я помню, мы ездили, вот Лёша это запомнит, мы ездили, ой, мой гад, Владимир Суздаль, вот, поездку, я её с собой брал, даже заправил какую-то там плёнку, типа, и что-то там снимал, фотографировал, у меня так, я засветил, короче, ту плёнку, ну, сама суть того, что она всегда лежала в ящике, вот, в детской, в чехле, типа, вот, и ведь в какой-то момент я реально, вот, в России спустя, блядь, сколько, ну, лет двадцать, прикиньте, вот, двадцать лет камера лежала, и я в какой-то момент такой, типа, ой, типа, а я попробую, понял, возьму, типа, старую батину камеру, и просто на каком-то, ну, чисто вот, ну, первой плёнке вообще была такая херня полнейшая, вот, и я в Москве там начал, там, фотографировать, как раз взял её в Москву, достроил фургон, это было в каком, двадцать, двадцатом, вот, в первом году достроил фургон, да, приехал в Москву, взял с собой вот эту камеру, как раз, ну, типа, после пятого класса, как раз, вот, второй раз в жизни использовать, и вот сейчас настолько развил, настолько влюбился в эту камеру, которая, по сути, столько лет лежала, то есть когда-то её мой отец использовал, но столько лет лежала, и сейчас я просто монтирую видео, где у меня там кадры такие, я, может, ставлю видео, где через этот, через поисковик, ну, типа, в глазочек вот этот я, типа, смотрю и думаю, знаете, типа, написать в плане, что, типа, что видит моя камера, и как интересно жизнь сложилась, то, что вот столько лет она лежала, и сейчас, спустя, ну, ей столько же, сколько и мне, спустя, типа, там, 20 лет, она живёт совершенно новой жизнью, там, в Америке, делает такую красоту, вот, конечно, она немного, ну, типа, вот, страдает немножко там, да, но мы её починим, но, в принципе, да, вот такой вот момент, то, что вещь, сделанная когда-то, спустя время, приносит кайф, удовольствие, это открывает новые какие-то хобби, возможности, артистизм, креатив, вот, и насколько это круто, насколько это здорово, вот, это даже осознавать, понимать, что когда-то купленная камера, фиг пойми, когда, да, спустя 26 лет живёт, живёт своей жизнью, приносит радость мне, приносит радость там людям, которые видят мои фотографии, и вот, это очень круто, очень круто. Да, не особо сильно я позанимался, но я смонтировал очень крутой рил, как я вам сказал, вот, и вот сейчас, да, ещё пообщался с Костей, с моим другом, он персональный тренер, тоже круто подняли контакт, очень давно не общались с университета, разъехались, когда, вот, и сейчас Майки ещё подвёз меня до тачки, вот, поэтому сейчас думаю немного прогуляться, надо всё-таки запилить ещё одну серию, вот, и уже думать о том, как ложиться спать, чтобы завтра пораньше встать, и побольше поучиться, вот. Сейчас после зала пришёл, гуляю, монтирую видео, надо будет днём в эту сторону прогуляться, я уже сюда уже ездил, по марте в эту сторону, но, блин, очень-очень красиво, не предать, ночью не передаётся картинка, но очень атмосферная, красивая локация, вот так, кстати, виднее на днёрочке. Так, тихо, спокойно, на воде, шикарно. А вы знаете, вот я сейчас гуляю, мне так, как так кайфово, так приятно, даже ночью на это всё смотреть, вы знаете, появляются мысли, что какое-то время хочется ещё здесь побыть, никуда не убегать, вот, поэтому, знаете, скорее всего, сейчас всё ещё я бы остался здесь, вот, и, наверное, чуть попозже бы поехал в сторону LA, то есть, мне реально здесь кайфово, вот, я сейчас гуляю, свежий воздух, прям чистый такой, знаете, то есть, я бы мне, ну, я бы очень хотел разрешить как-то ситуацию с Нью-Йорком, с жильём, чтобы это всё грамотно у меня, так сказать, было сделано, вот, я бы ещё с удовольствием сюда в вертушки свои намутил бы, вот, и, знаете, ну, реально, вот, 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 вот мне тут нравится, вот, мне тут кайфово в данный момент, даже при том, что погода какая-то такая, не такая, но всё равно тут так, так приятно вокруг, по-домашнему, знаете, вот, идёте, и у вас вот такой вот вид, ну, типа, и не передать словами, мне уже так, ну, и люди какие-то, и знакомые появляются потихонечку, и, я не знаю, вот, ну, я знаю, вот, мне кайфово, и мне нравится, вот, конечно, тогда бы подумать, как обустроить фургон, как бы, там, его где-то подчинить, подбандить, было бы очень круто, если бы, как бы, я ещё мог на него рассчитывать в плане передвижения, выезжать куда-то на трейлы в разные места и иметь какую-то ещё, может, подработку, хотя бы пару дней в неделю, и если бы сдавалась квартира, вот, надо только с налогами, вот, завтра решить, тётке позвонить, у меня есть контакт, женщина, которая может помочь с налогами, ну, в плане проконсультироваться и как правильно там, что можно списать, но мне реально, вот, я понимаю, что, ну, здесь куда спокойнее душе и приятнее находиться, нежели в Нью-Йорке, то есть, я помню свои ощущения там, то есть, конечно, там, когда гуляешь, когда я фотографировал, там, находил какие-то машины, я тоже кайфовал, но здесь просто, вот, в принципе, вот, нахождение здесь, может, в принципе, уже у меня такое мироощущение как бы изменилось, но так приятно, если честно, знаете, вот, всё такое типа каузи, такое домашнее, уютное, крутые магазинчики, ещё что-то, то есть, понять бы, вот, как бы ещё такую комфортную и приятную работу найти, с одной стороны, конечно, может, просто надо развиваться в криптовалюте, ну, уже как-то сейчас я, ну, со временем пойму, потихонечку начну зарабатывать какую-то денежку, вот, но, знаете, хочется здесь какое-то время точно пожить, побыть, вот, так идёшь в такие домики, понял, типа, вот, ну, вот, ну, вот, ну, это просто место, знаете, такое, вот, прям, вот, людей, которые любят хайки, какие-то вот такие вот, типа, крутые места, природа, вот, ну, типа, всё, всё здесь немного другим дышит, нежели в Нью-Йорке, в Нью-Йорке какая-то, знаете, суета, все что-то бабки, все какие-то, блядь, тусовки, типа, ну, тусовки не моё, типа, вот, там, фэшн-места какие-то, но мне больше вот это нравится, вот, когда вот так происходит, когда есть еда для собак на улице, когда крутые тачки на каждом шагу, когда люди приятные, которые готовы помогать, то есть встречаешь их общительные, да, надо думать, надо думать, как здесь закрепляться, если честно, хотя бы на какое-то время, решить с налогами, как их чё, и сколько мне надо вообще там денежек заплатить, отдать, вот, и понять, как иметь какой-то инком, ну, а мне тут, ну, пока мне комфортно, конечно, ну, надо бы строить бы еще жилье, как-нибудь со временем, ну, прям, прям приятно. Моя ночная прогулка и ночная находка, додж, старый додж, тоже интересная тачка. Окно открыто, додж, дарт, додж, дарт, такая, завтра сюда вернусь, да, мне действительно завтра сюда надо днем прийти, смотрите, какой шевроле бусик старый, шевроле гринбри, грин, гринбри, гринбри, гринбриер, гринбриер, такая вот бусик, это тоже интересная, какой-то рядом стоит, смотрите, какая у меня попа, сейчас и кордус, и вон еще куча миниванчиков стоит, такие три попы разные, вот, тоже что-то, что-то интересное. Вон, старый этот ландровер, ну, не говоря уже про, конечно, блин, здесь только вы спали, конечно, прям, прямо попеть можно. О-о-о, старый ландровер, вы только посмотрите на него, красота. А то на эту парковку просто я обязан вернуться завтра, вы посмотрите, сколько, сколько машин, надо тогда еще пленки съездить купить, потому что у меня пленка скоро закончится, тут очень много рутных тачек, там еще парочку стоит, я уверен. О-о-о, о май гад, мэн, о май гад, look at that beetle, мэн, только зацените, это просто что за битл внедорожник. Это даже не битл, что это такое? Или это битл, это кузов от битла, да? О май гад. Да, кстати, сейчас, монтируя видео, Переслушивая все вот эти мысли Я понимаю, что Отчасти В принципе идея хорошая съездить Но съездить, наверное, прямо на день рождения Это была такая Тоже экспрессивная идея Такая Ну, которая появилась в тот момент Когда у меня такой вот спад настроения Был какое-то вот это вот Гуляние И с тем, что я сказал вам немного раньше Я понимаю То, что Ну, это реально вот было В моменте сказано В каких-то из-за того, что хотелось Вот каких-то типа ярких впечатлений Какого-то буста Типа вот этого Вот, поэтому сейчас же все-таки Да, как бы не Не отметаю вариант туда съездить поехать Но просто понимаю, что Наверное, типа все-таки стоит это сделать Чуть-чуть попозже Дабы Дабы не спешить никуда И типа не Ну, сейчас, короче, сильно не дергаться То есть, если мне сейчас комфортно здесь находиться Я классно занимаюсь У меня появляются знакомые Есть варианты типа, чтобы делать Где что-то подзаработать надо Типа вот использовать эти возможности здесь сейчас И вообще, может быть Если подделать фургон и с ним будет все нормально Уже потом смотреть на ситуацию И вариант все-таки двинуть на фургоне В какой-то момент Да, типа вот попробую туда поехать Если он моросить не будет И с ним будет все нормально И тогда, опять же, вот мне не надо будет Непуда возвращаться Не надо будет там думать Оставлять фургон, не оставлять фургон Вот Такие вот сейчас идеи, мысли Прям сегодня у меня вечер инсайтов Я думаю о том, что, ну, в принципе, очень крутая практика Это вечерние прогулки перед сном То есть, как минимум, там полчасика походить, подумать И желательно это делать без музыки Без всего такого То есть, наедине с собой Чтобы переварить какие-то мысли Я сейчас понимаю, насколько реально круто Вот я сейчас, ну, типа, я гуляю Я монтирую, переслушиваю материал Чтобы понимать, типа, что я там загружаю Вот, и насколько круто Во-первых, то, что я записываю свои мысли Я кидаю запрос Ну, опять же, типа, я проговариваю вот этот запрос-вопрос Вот, и потом чисто вот Мой мозг обрабатывает эту информацию Например, типа, что я хочу сделать Как лучше это сделать Типа, чего хочется Как ты чувствуешь И вот сегодня, например, я вот искренне понимаю Что, да, мне бы было бы сейчас Вот, намного лучше То есть, я там у вас спрашиваю в комментариях Написать в понедельник А сейчас понимаю, что, типа, вот мне здесь комфортно И я хочу здесь какое-то время еще побыть И никуда, в общем-то, пока не рваться То есть, я все равно съезжу в ЛА Вот, но в данный момент Что мне хочется быть здесь И никакого такого, знаете, вот этих розовых очков Что, типа, там, вот, должна быть там тусовка Надо делать что-то крутое Как бы их нету И я прекрасно вот осознаю То, что, вот, блин Вот мне было бы комфортно и прикольно Там, например, свой день рождения Там съездить с этой девушкой на хайк На какой-нибудь договориться В субботу до этого пойти Типа поработать денежку Подзаработать Какой-то контакт еще словить Договориться с Майком На какое-то время Подделать Может, посмотреть фургон Если мы сможем Вот И это было бы круто и клево Вот Я это вот Задавая себе вопросы Переслушивая, думая Мозг обрабатывает эту всю информацию И выдает ответы Именно, которые Которые тебе хочется Вот Поэтому берите на заметку Я не знаю, сколько Вы хотите вести свой влог И т.д. и т.п. Но очень круто Круто вот у меня Вот так вот происходит Гулял По-моему, мы видели такое дерево В Португалии С родителями Смотрите Такие шишки Короче Упали То есть Дерево Вон наверху Дерево Ну вот оно Оно Само состоит Из этих штук Прикиньте Типа все дерево То есть Я даже не знаю Я сейчас заберу Вот эти две штуки А не дать Полтора метра длиной Вот Очень интересно Хочется в машине Просто положить Но очень интересное дерево Очень интересно Надо днем вам Показать его Но в принципе Вот Смотрите Эти штуки Вон они Нифига себе Кто знает Напишите Что за дерево Доброе утро Наверное вам не видно Но здесь Вот такой фиолетовый Короче оттенок Сейчас рассвет какой-то Идет Там синие Но не видно Конечно Даже так не кажется Видно Да Не видно Ну короче Здесь фиолетовый И у меня синий Фиолетовый Синий Так ну что Доброе утро Сейчас я завелся В общем-то Хочу Спрятал кабель Там под Под листьями Хочу съездить Хом Дипа Отдать все-таки Эту Блитку И посмотреть Штору Штору хочу Блэк аут штор Чтобы выглядело Это все нормально Поэтому Сейчас посмотрим Как он себя поведет Когда едет Он сейчас Что-то прогрелся Вроде более-менее Он там Что-то пыхтит Пыхтит Но это Мне кажется Просто может быть Бензонасос Как бы Короче Посмотрим Что он там пыхтит И по факту Поедем Он типа едет Но он очень странно Себя ведет Он подпинывается Вот так вот Кого-то то ли Топлива Не дает То есть Вот я нажимаю На газ Давит 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 Оп остановился Опять Хуяк поехал Типа вот Ну типа Опять не дает Опять Типа поехал Опять не дает Опять не дает Ну типа А если я Сильнее нажму Он Ну сильнее Он переливает Как будто Инжектор У него там Этот Вот Ну типа Как-то очень странно Он себя ведет Надо майку показать Может он знает Что это за херня Скинул на первую Вот Вот типа Он погнал Погнал Дом Блядь То ли Запремнулся То ли Чего Непонятно То есть Может Блядь Он этим Старым Бизнином Форсунки Забил Как-то Я не знаю Что с ним Происходит Как бы Он едет На холостых Он отлично Работает Ну вот Я нажимаю Газ Как бы Я не пережимаю Держу его В одном положении Но в какой-то Момент Он типа Вот Он едет 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 Либо Ему просраться Просто надо Он опять же Стоял Может долго Ездить Вот Сейчас Вот Опять Потух То ли Он переливает То ли Реально Что-то Короче Он такое Делает Как бы Едет Не глотнет Но Что-то С ним Да Что-то Надо Майку Реально Показать Сопросить Что-то Что-то Такое Сто процентов Это Делается Но Очень Такая Непонятная Штука Делается Делается Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну моя ставка это точно, короче, бензонасос Я уже на самом деле даже не сомневаюсь в этом Вот, поэтому я его сейчас прогазовал Надо будет здесь еще тоже прийти и нормально его прогазовать Вот, чтобы вся хуйня прочистилась Ну и по-хорошему, короче, надо менять Блять Топливный насос Потому что там, скорее всего, фильтр забился И что-то с этим Ну, то есть я еще с Майком пообсуждаю эту тему Посмотрим, я ему сейчас написал Но велика-велика вероятность, конечно, что все-таки это вот Это оно и есть Просто из-за того, что он, типа, забился Он то подает топливо, то, блядь, больше подает То, нахуй, начинает больше качать То, блядь, меньше качать, нахуй И порой может, типа, заглохнуть из-за этого Ну, не факт, конечно, не факт, конечно Потому что, почему тогда приборка, как бы, не горит Перестала гореть Тоже вопрос Но велика вероятность, велика вероятность Но я доехал, как бы, все, заебись, все нормально И чем дальше ехал, тем лучше он работал Поэтому, на самом деле, ну, типа, я рад, что он ездит Я получаю кайф от этого, вот И уверен, что его можно Вот, все больше уверен, что он, блядь, да Его можно спокойно поставить на ноги Что там какая-то просто, ну, фигнюшка Ебет мозги мне, вот Так, шикарненько, шикарненько Короче, я даже лопаточку вернул, вот эту за 5 долларов Которую я использовал Уже использовал, вот Плитку я не использовал, как бы И в итоге, сколько мне там по чекам Сейчас посмотрим Ну, нормально вернули То есть, я еще узнал, что Возвращать можно в течение 90 дней Ну, это значит, что я могу, в принципе, использовать этот темпловентилятор Ну, прям 3 месяца, блядь И просто с коробкой потом его вернуть Вот, и вернули мне 41 доллар 87 центов В общем-то, это на самом деле шикарно При том, что я не уверен, что я буду, как бы, использовать плитку Сейчас я кушаю, как бы, готовую еду Я, ну, пока внутри вен не устроен Но я не уверен насчет плитки, насчет готовки Насчет покупки котелков, воды и т.д. и т.п. То есть, пока, если не надо, лучше все это дело вернуть Вот, поэтому Может, буду уезжать и удлинить этот дом, который я закопал Только надо будет его почистить Потому что, в принципе, у меня Есть от него вся коробка, вся фигня Поэтому все 100 долларов, возможно, я так же верну Вот, поэтому это очень круто Я очень рад И сейчас еще мимо проходил вот этого хом-дипа Того места, где меня тогда крыло Я тогда делал изоляцию, где я там рыдал Меня пиздец как крыло тогда Вот, и такое, конечно, интересное чувство На контрасте смотреть это все дело Ну, типа, видеть себя сейчас Вот, с такой улыбкой И тогда, вот Такого, прям, не знающего, что будет дальше В панике такого чувака С кашей в голове, вот А разница-то всего сколько, ну, типа, блядь, неделя Ну, и, в принципе, просто замечать все вот это Очень круто Ну, я не могу сказать, что забавно Это, конечно, типа, меня веселит того, что я вот сейчас такой веселый И все у меня, в общем-то, шикарно и круто Я все делаю, работаю И вен едет, и все нормально И знакомые появляются, и, в общем-то, типа, все шикарно Вот, поэтому просто я безумно рад Что такое вот происходит Со мной С моими изменениями Со всей вот этой, короче, движухой Поэтому, да Вот так вот Сейчас пойду штору поищу Пока это самое главное У меня запрос штора Я не знаю насчет Насчет пола Можно на пол тоже, как бы, купить этот лист Фанеры какой-то Но я, типа, пока не уверен, если честно Что просто лишние бабки надо тратить на это все дело Потому что и так живем Комфортно пока живем Так, вы можете в это не поверить Но, короче, по ходу он дело Все-таки просрался И все нормально Дядя высохла вся проводка Что было не так И едет он отлично Он даже не пинается Даже не брыкается Едет отлично Только как раз не надо пережимать Этот шинжектор переливает порой И плавненько надо разгоняться А так, дядя, он едет Он едет Он едет Красавчик Красавчик Вот, сейчас заехал его, короче, заправить Что это дело Кстати, я не знаю, говорил я вам, да На самом первом влоге Что у меня тут два бака В общем-то, по плану заправлять только задний Потому что задний, вроде, бензонасос лучше работает От пробки не забывайте Я на том траке столько раз пробки просрал Так, сейчас я отключусь немнадолго И вы знаете, вы можете мне не верить В судьбу, во вселенную И сейчас тоже это трогательно Потому что я сейчас отчасти это все делаю Насколько все вот эти моменты На самом деле, насколько они крутые Типа, насколько одно, ну, зачем-то нужно Чтобы он, типа, не ездил Чтобы я какое-то время постоял Чтобы я какое-то время переключился Чтобы у меня сознание по-другому начало работать Ну, типа, насколько это, ну Все вот эти сомнения Все вот эти мои стоянки какие-то Чтобы я потом сделал какие-то выводы Прошел через этот путь И, типа, ну, вы можете сказать Да, это все, типа, совпадение Еще что-то, но ни хрена Типа, я не верю в совпадение Я верю в судьбу, я верю во вселенную Можете считать меня ебанутым Вот, но Короче, все будет настолько пиздато Ну, и просто надо следовать этому пути Вот, и судьба у меня очень крутая Я прям это чувствую Каждый раз, когда я вот что-то пытался Изменить сюда себя Судьба, она пыталась мне давать какие-то Ну, типа, бонусы, советы Ну, типа, и очень часто она меня ругала За то, что если я что-то, типа, не так делал Куда-то уходил Я очень долгое время обещал себе Как раз, ну, типа, завершить все дела свои Вот эти И очень много, когда я только начинал, например Типа, я такой Ой, типа, блядь Все больше не буду И мне на следующий день, там, судьба Приносила какой-нибудь проигрывать Или еще какую-то радость жизни Того, чего я там кайфовал Но я в какой-то момент просто обратно Приключался в это деструктив Типа, и опять мне судьба Типа, вон, я себя один раз там Короче, обманул Того, что брошу все это дело Я разбил телефон Еще раз там обманул Меня, блядь, к сожалению, там кинули И, ну, типа, все события Все такие крупные несчастья Были после того, как Я не сдерживал свое обещание, вот И всегда, когда я решал что-то сделать Правильное, хорошее Судьба мне такая Чувак, на тебе бонус Радуйся, ты в правильном направлении действуешь И вот Я прекрасно понимаю, что Конечно, какие-то ситуации Еще будут в жизни случаться Которые будут мне подсвечивать Н-ные моменты в жизни Но они все для чего-то нужны И надо это понимать Что, типа, что Ну, для чего-то тебе это нужно Вот Поэтому Сейчас заценим, как он катится Клево Ну, типа, он не глохнет Он сейчас не моросит, короче Я посидел сейчас Пообщался охуенно С корешем с Молдовы С университетом Вот Просидел Он как раз заведенный был Прогазовал это все дело И мне кажется, что он как раз Вот Все это дело просралось Конечно, есть там нюансы По поводу поворотников Конечно, может, где-то еще Есть какие-то нюансы Но Движок стабильно работает Сейчас нету такого Что он там где-то Пинается Что он делал в начале Еще что-то И мне кажется, что он как раз Все это дело просрался Потому что я там на парковке На Хоум Дипа Так, конечно Педаль активно понажимался Он там такие отстрелы попадавал Что, блядь О, пачки О, блядь Все Все